Озеро Юность долгие годы было центром уличных пробежек во Владивостоке. Здесь всегда была приятная атмосфера для занятий физкультурой и спортом на свежем воздухе. Но весной этого года, после насыщенной зимы, беговая дорожка и прилегающие территории стали буквально разваливаться на глазах. Образовались провалы, покрытие из досок сгнило. Стало просто опасно здесь бегать. Ожидаемо спортивное сообщество города не осталось равнодушным и вскоре обратилось к властям с просьбой решить вопрос. Около трех тысяч подписей, а тут же еще семья, дети. Тут буквально этот город Чан знает каждый житель города Владивостока. Наверняка побывал здесь и видел этот райский уголок, который действительно среди этого дыма, щада, веет свежестью, рыба плавает, зелень, озеро. Ну, это приятно побежать здесь и позаботиться о своих мышцах, сердце. Александр Нестеренко – один из тех, кто в 1988 году участвовал в строительстве этой трассы для бегунов. Ему вместе с одним из руководителей Олимпийца Виктором Иванченко пришлось искать спонсоров для косметического ремонта. Все потому, что сама дорожка находится на территории Приморского государственного училища Олимпийского резерва, которое инициативы не проявляло. В итоге спортсмены получили 600 тысяч рублей, с помощью которых в ближайшее время на беговой дорожке уложат деревянный настил, перекроют досками образовавшиеся провалы, установят леерные ограждения, а также заменят порванную металлическую сетку на заборах. «Три года назад мы занялись сбором подписей, потому что в очередной раз, вернее, первый раз, дорожка пришла в негодность, необходимо было ее восстанавливать. Привлечены были и курсанты Секианского высшего морского училища для сбора подписей, потому что они непосредственно проводят свои тренировки на озере Юность во время классных занятий». Километровая беговая трасса нравилась многим горожанам во все времена. В 98-м году здесь даже тренировалась советская сборная по легкой атлетике перед Олимпиадой в Сеуле. Поэтому за судьбой озера Юность следит все местное спортивное сообщество. «Вообще это общественно значимое место для нашего города. Здесь прошло много поколений, и профессиональные спортсмены, и любители, и люди, занимающиеся здоровым образом жизни». На этом косметическом обновлении работы не закончатся. В планах у строителей и активистов оборудовать на озере спортивный уголок с тренажерами, а в дальнейшем и вовсе решиться на капитальный ремонт. Максим Яковлев, Новости спорта на восьмом.